Довольно важный вопрос. Как относиться к такому мнению, как святые мощи? Особенно в наше время довольно часто стали завозить с разных стран частички якобы святых людей, какие-то предметы, которые они вроде используют при жизни. И вот люди стекают сюда, чтобы получить благодать от Бога, благословение от Бога, что-то, может быть, изменить. Вот если болит то, иди к этому святому, это болит это, то иди к такому предмету или частичке такого святого или святой. Прям какая-то лихорадка получилась у людей. Ну как вообще к этому явлению относиться? Буквально несколько слов, и надеюсь, получится так коротко и ясно. Ну, во-первых, надо сказать, что само явление нетленных мощей происходит не только в христианском мире, но и в других религиях. Даже у нас здесь, в стране, например, есть нетленное тело известного буддистского ламы. Совсем недавно в Москве проводили исследование его тела, и образцы, взятые через 75 лет после погребения, показали, что органика кожи, волос и ногтей этого умершего человека ничего не отличается от органики живого. И это говорит доктор исторических наук, профессор ГГУ Галина Ершова. Причем это тело, этого известного религиозного деятеля Даша Доржо Итегелова, который был главой российских буддистов 1911 года по 1927 год, дважды изгумировалась уже в 1955 году, в 1973 году и потом в 2002 году. И вот что пишет та же Ершова. Его суставы сгибаются, мягкие ткани продавливаются, как у живого человека, а после вскрытия короба, в котором 70 лет похоялся лама, оттуда стало исходить благоухание. И так, на самом деле, так называемые святые нетленные мощи присутствуют не только в православном мире, в христианском мире, но даже и в буддистском. И можно привести примеры из других каких-то религий. Так что же это такое? Что это за явление? Поэтому мы с вами почитаем Библию, Библия, которая является объективным Божьим откровением, которая отвечает на этот вопрос, на то, что касается вопросов, связанных с духовной жизнью. Библия довольно четко, внятно и, главное, правильно поясняет и разъясняет. Само нетление не является благословением. Нетление нашего тела является проклятием. Проклятием по причине греха первого человека, Адама и его жены Евы. Это греха непослушания, поэтому тела стали смертными, они умирают, но Бог обещает верующим дать новое тело. Это закон Божий, то, что наши тела умирают. Вот апостол Павел, например, пишет во втором послании к Коринфям, главе 4 стих 16, следующее слово. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». А в 5 главе даже в самом послании он пишет, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом неракотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая обличься в небесное наше жилище». Где словами апостол Павел говорит о том, что верующий человек получит бессмертное тело. Тело, которое будет уже не подвержено тлению, которое будет свободно от влияния греха и власти греха. Уже не будет этой греховной природы, которая просвет против Бога, которая находит отражение через смертность нашего тела. Это желание апостол Павла. И потом уже еще, нам здесь стоит отметить, наверное, первое послание к Коринфянам, 15 глава, где он более подробно описывает, что он пишет, стиха 50-го. «Но то скажу вам, братья, это он обращается к церкви, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует ни тление. И так тление не наследует ни тление», говорит Павел. Такими словами, наша смертная плоть, она не может стать бессмертной. Необходимо, чтобы мы получили новое бессмертное тело. И Господь Иисус Христос, кто воскрес, он воскрес, потому что Бог воскресил его и дал ему новое бессмертное тело, которое, несомненно, было похоже на его земное тело, но было другим уже телом. И поэтому настоящие верующие, они не поклоняются мертвым телам, они не ждут какого-то бессмертия своим телам, они ждут обретения бессмертия в новых телах, которые Бог даст им. И в этом есть суть христианской веры. Наша надежда не на улучшение этого смертного тела, не на какое-то непонятное бессмертие, а на бессмертие, которое Бог даёт. Бессмертие, которое Бог даёт. И это тело наше, оно обречено умереть, потому что оно греховно, несовершенно, потому что оно поражено грехом, в этом смысле я назвал его греховным. И оно тленное, потому что так заповедовал Господь, и никто и ничто не может остановить этого процесса. Поэтому оказаться, или тело, чтобы оказалось бессмертным или нетленным, это не является благословением. Но некоторые сторонники говорят, вот посмотрите, пример пророка Елисея, когда несли мёртвое тело, и пришли мавитяне, его тело бросили на кости Елисея, и он воскрес. Во-первых, это были кости, то есть у Елисея, святого человека, он не был нетленным. А во-вторых, это просто Бог приободрил народ, что он с ними, он их не забыл, он рядом с ними, в конце концов. Но на самом деле, сегодня мы ищем благодать Божию, не прикасаясь к мёртвым телам, мы прикасаемся к Богу, к Иисусу Христу, который живой, он воскрес. Мы с ним можем общаться, он является единственным посредником между Богом и человеком. В нём обитает полнота Божества телесно, он есть Бог, он победитель смерти и ада. Именно поэтому верующий человек не бежит за Божьей благодатью к чему-то мёртвому, он не бежит за Божьей благодатью к чему-то вещественному, бежит к духовному, к Богу на самом деле, к Христу Иисусу, который один воскрес, который один нетленный, подлинно нетленный, который один, подлинно бессмертный, и всякие верующие в него тоже обретают вечную жизнь, обретают также бессмертие. Именно поэтому святые мощи вовсе не являются мощью, потому что они не обладают силой, они вовсе не святые. Это явление нельзя относить на самом деле к духовной сфере, и это не хорошее явление. Ну а что же это, скажет кто-то? Ну, учёные, на самом деле, много написали, и религиозные учёные написали много. Я бы советовал больше читать Библию и соизмерять свой духовный опыт или какие-то чужие советы через призму Божьего Слова, а не подтасовывать нашу личную практику, наш личный опыт, наши личные желания, как будто бы под Божией, и тем самым искать благодати Божией там, где её вовсе нет.